С 12 июля текущего года в Беларуси вступили в силу изменения и дополнения, касающиеся правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства. Законодательно закреплены новые правила о порядке выезда и въезда на территорию Беларуси, заполнении миграционных карт, условиях отказа или согласия на выдачу виз, а также виды на жительство. Изменен возраст, достигнув которого иностранец, ранее получивший разрешение на постоянное проживание, обязан иметь вид на жительство. Сегодня это 14 лет. Мы пошли по опыту Российской Федерации и многих стран, потому что с 14 лет гражданин частично дееспособен. То есть он может какие-то элементарные операции проводить даже и по банку, получать свою стипендию и так далее. Уточнен также порядок оформления граждан, которые временно находятся в Республике Беларусь. Зарегистрироваться по месту пребывания зарубежный гость обязан в течение пяти рабочих дней, исключая воскресенье в отделе по гражданству и миграции. Предоставлять информацию о своих иностранных постояльцах должны в течение суток после их прибытия и службы гостиниц, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, субъектов агроэкотуризма, а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих помещение в наем. Внесена корректировка и в список оснований для отказа в выдаче разрешения на пребывание. В частности, нет находатайства может получить гражданин, неоднократно нарушавший наши законы ранее. Естественно, граждане, которые у нас здесь остались, они должны соблюдать нашу конституцию, наши законы, не нарушая их, тогда никаких проблем у них не будет. Только в текущем году мы вынуждены были выдворить за пределы Республики Беларусь более 160 иностранцев. Многие иностранцы, которые особенно уже интегрировались в общество, которые получили здесь разрешение на постоянное проживание, и, скажем так, формально считают себя гражданами Беларуси, то есть занимаются противоправной деятельностью. Это, во-первых, и, скажем так, неоднократное привлечение к административной ответственности, к уголовной ответственности, совершение тяжких преступлений. В связи с этим, скажем, мы ужесточили отношение к этим иностранцам. И, согласно действующего законодательства, мы имеем право выслать, рассмотреть вопрос о выслуке их за пределы Республики Беларусь. Незнание закона не освобождает от ответственности, а потому иностранным гражданам, которые решили сменить место жительства или просто совершить путешествие, и их выбор пал на Беларусь, предварительно стоит внимательно изучить список своих прав и обязанностей. Тем более, что найти подобную информацию не составит огромного труда. Положение о том, что должен, что может, а на что не имеет право иностранных гражданин в нашей стране есть в интернете, на официальных сайтах Министерства внутренних дел, Управлений по гражданству и миграции, а также областных исполнительных комитетов. Продолжение следует...